Приветствую вас, я прочитал, внимательно прочитал ваше сообщение, ваше письмо, и вы знаете, вот то, что мне хочется вам сказать, будет, наверное, уменьшаться, ну, такие вот большие части, которые мы постараемся как-то отделить друг от друга, чтобы информация все-таки поступала, ну, знаете, как-то более правильно, чтобы информация была для вас более понятна. Значит, первый аспект, который я бы хотел раскрыть, он заключается в том, что вы первые пару дней без молодого человека нормально себя чувствуете, а потом у вас начинаются проблемы. И так было только до тех пор, только с тех пор, точнее, прошу прощения, только с тех пор, как вы начали видеться достаточно тесно. То есть у вас появилась возможность как-то видеться с человеком, взять что-то у него, по сути дела, значит, перейти в его личной границе и как-то удовлетворить свои желания и потребности через него. То есть то, что вы раньше получали отдельно, самостоятельно, без мужчин, теперь вы получать не можете так. Теперь вы это получаете только через него и в результате этого наблюдаются как раз-таки определенные проблемы. Проблема заключается в том, что вы чересчур зависимы от своего молодого человека. И зависимость здесь прослеживается в нескольких аспектах. Первый аспект. Первый аспект заключается в том, что вы начинаете ревновать, начинаете обижаться, не можете ничем приниматься и так далее. То есть у вас есть сомнения. Сомнения в себе может быть, сомнения в нем может быть, сомнения в чем-то еще, так или иначе это сомнения сомнения. Так или иначе это неуверенность в себе, это страх, возможно потерять мужчину, твоего мужчину, да. И все это в совокупности мешает вам адекватно переживать разлуку. То есть мужчина, он воспринимает разлуку нормально, а вы воспринимаете разлуку очень тяжело. И возникает совершенно, на мой взгляд, логичный вопрос, а почему такая вот разница между вами, да. То есть почему мужчина нормально воспринимает разлуку, а вы нет. И ответ на этот вопрос, он достаточно простой, он заключается в том, что у мужчины есть свои дела, у мужчины есть свои цели, другие помимо вас. А вот, к сожалению, у вас, к сожалению, у вас никаких целей, видимо на глубинном уровне нет. И из-за этого у вас получается так, что вы не можете без него, без мужчины своего, я имею ввиду. И для исправления ситуации этой вам необходимо работать над повышением своей смытостаточности, над уверенностью в себе, над по сути осознанием того, что вы получаете от мужчины такого, что не можете получить сами, самостоятельно. То, что это есть у вас, вот, то, что есть такой аспект, я даже не сниваюсь, потому что, ну, по моему мнению, здесь все достаточно у вас очевидно, да. То есть, вы не можете без него, вы переживаете, вы плачете, вы пытаетесь его вернуть, вы начинаете ревновать, то есть у вас происходит по сути ломка. Ломка, как у человека, который не может получить то, что ему нужно. Вот, ключевой момент заключается именно в этом, в том, что эта ломка, она из-за того и по той причине, что вы не можете чувствовать себя полноценной, равноправной, ну, как бы в одиночестве без мужчины. И то, что вы делаете сейчас, вот вы говорите, да, что я привыкла всегда быть с кем-то. Так вот, вы пишете в своем сообщении, значит, что привыкла быть, я привыкла жить не одна, привыкла быть постоянно вместе. Вы не уточняетесь с кем именно вы привыкли быть вместе, но полагаю, что вам всегда нужен рядом с собой кто-то, да. Кто-то, чтобы этот человек был с вами, чтобы он как-то вот, и за счет этого человека вы, видимо, привыкли удовлетворять какие-то свои желания. Соответственно, нужно учиться быть в уединении, нужно учиться уверенности в себе, определять, чего вы боитесь, почему вы боитесь. Усилием воли заставлять себя отвлекаться, делать какие-то вещи, не связанные с молодым человеком. Ну и, конечно же, те моменты, которые вы хотите, которые вы получаете только с ним, вам нужно учиться получать отдельно. То есть, то есть, вот то, что вы описываете, значит, так. Возвращение начинает сходить с ума, мне начинает казаться, что раз он не звонит весь день, значит, ему не очень подключается, это неуверенность в себе. То есть, вы считаете себя достойной того, чтобы мужчина вас бросил. То есть, вы допускаете то, что мужчина может вас бросить. Вы допускаете, что вы для него не на первом месте, но что вы сомневаетесь в себе, вы не уверены в себе. Почему вы не уверены в себе и как сделать так, чтобы быть в себе увереннее? Этот момент нужно обязательно учесть. Дальше. Кажется, что проводит с кем-то весело время и без меня, что и одному ему неплохо. Обычно такое происходит, когда вы опять-таки растворяете в человеке. То есть, вы сами свою деятельность воспринимаете, ту самую деятельность, которой вы занимаетесь первый день после его аптекса. Вы воспринимаете не как настоящую, не как истинную, не как, я бы сказал, знаете, главную определяющую. А как вторичную. То есть, эта деятельность, она для вас не приоритетна. Вы можете легко заниматься какой-то деятельностью только тогда и только в том случае, если знаете, например, что молодой человек с вами. То есть, есть определенные условия, которые вам нужны для того, чтобы активно заниматься своей деятельностью. Без этих условий вам эта деятельность не нужна. Этим объясняется то, что вы пишете, что не помогает там ни хобби, ни увлечения, ничего еще. Значит, вам нужно определить свои интересы. Я полагаю, что стоит изменить свое поведение, стоит изменить позиционирование себя как личность. Стоит все-таки определиться с тем, чего вы хотите именно для себя и понимать, что вот мужчина, например, он уезжает и работает только для себя. То есть, у него там стоит жизнь. Вопрос. Вопрос. Почему у вас нет вашей жизни? Чем вы хуже него? Ведь тот факт, что вы настолько сильно зависите от мужчины, да, говорит о том, что у вас животных не хватает. И это, я как уже сказал, недостаток интересного. Это был первый момент. Дальше. Сам факт того, что вы познакомились с мужчиной в интернете и первые полгода общались, то есть, в интернете, говорит о том, что у вас есть некоторые черты характера, склад ума, который нет в совокупности своей, в сочетании сделали возможным такое вот обшиза. То есть, вас что-то привело в интернет, вас что-то заставило познакомиться с молодым человеком, опять же, в интернете, и в течение полугода вы с ним общались. Возникает вопрос, а почему вы не смогли, не захотели, не подумали, не посчитали для себя возможным построить отношения в реальной жизни? Значит, вы пытались уже, у вас не получилось, либо вы не были в себе уверены достаточно. Так или иначе, над условиями, которые сделали возможным ваши отношения с молодым человеком, точно нужно проработать. Если имеет место быть какая-то аномалия, какие-то неправильные моменты, связанные с тем, что я сказал, это нужно выявить и скорректировать. Как? Ну, во-первых, вы посягаете на личное пространство молодого человека, когда так себя видит. Молодой человек видит, что вы от него все-таки становитесь зависимым, и с одной стороны, ему может это и нравиться, с одной стороны. Но, с другой стороны, это создает для вас негативные варианты развития событий. Какие? Один из негативных вариантов развития событий в том, что мужчина начнет вас использовать, манипулировать вами. Он видит, что вы от него зависимы, и он видит, что, скорее всего, вы не захотите его бросать. То есть, вы будете с ним, вы хотите быть с ним, и вы ни в коем случае его не бросите. Это может повлечь за собой не совсем красивое отношение к вам, поведение к вам же. В следующий важный момент мужчина может начать терять к вам интерес. То есть, по его мнению, ситуация будет такой, что вы чересчур растворяетесь в нем, и забываете совсем про себя. Забыть про себя, вы теряете свою самобытность, свою женственность, свою привлекательность для мужчины, и это означает потерю его интереса к вам. В этом случае, в этой ситуации, вам нужно обратить внимание, в первую очередь, на то, чем вы привлекли мужчину. Привлекли вы его, наверное, своей независимостью. Привлекли вы его, наверное, своим поведением. Но это точно не поведение того человека, который не может прожить и дня без другого. И вот этот момент очень плохой для вас. Почему плохой, в принципе, я уже сказал, то поляк, наверное, смысла не имеет. И если ваши проблемы идут из более раннего возраста, например, из подросткового периода, из детства, то с этим также нужно разбираться. Здесь я, к сожалению, согласен с коллегой, который отметил, что вам нужна длительная терапия. Но вы можете и сами, путем формирования у себя вот этих вот всех характеров, путем целенаправленного волевого поведения, путем переоценки ваших приоритетов, целей, задач и идеалов, вы можете найти себя больше, чем, условно говоря, вы их сейчас. Что это значит? То, что я вам сказал. Это значит, что вы переоцените свои интересы, свои взгляды, свои увлечения и найдете такие, которые являлись бы для вас основными, главными и правильными. Которые бы сами по себе, вне зависимости от того, есть ли с вами мужчина или нет, будут представлять для вас интересы. Далее, вы определите свои слабые стороны, определите свои минусы и подумаете, какие минусы вы можете купировать, например, а какие минусы вам стоит принять, потому что с ними ничего не сделать. Для чего это нужно? Чтобы обрести гармонию в себе, чтобы стать единой цельной личностью, которая знает, чего она хочет, знает, чего она стоит и не сомневается в себе понаправду. В данном случае у вас есть вот этот вот фактор сомнений в себе, что мешает вам устроить отношение. Следующий важный момент – это то, чего вы хотите от своего мужчины. Совершенно однозначно я могу сказать, что ваше желание, которое вы связываете с ним, является не только желанием сделать его счастливым. Если вы его любите, то вы хотите ему счастья, вы хотите ему добра, но вы хотите так же, чтобы этот мужчина был радостным, чтобы у него все было прекрасно и так далее. Вместе с этим вы просите у него, требуете у него, чтобы он к вам приехал для вас. Возникает вопрос, а зачем он вам? Для чего именно вам, мужчины, какие-то такие желания вы удовлетворяете через него? Вот об этом стоит подумать, чтобы для себя эти факторы выявить и постараться их удовлетворить самостоятельно. Только так вы сможете выступать в отношениях равноправно. Только так вы перестанете требовать от мужчин того, что ему может показаться странным, неправильным, неприятным, неудобным, напряженным и так далее. Далее идет у нас с вами второй аспект, это аспект отношений. Вы знаете, правда случается в том, что ни одни отношения невозможны без некой такой, ну я бы сказал, перспективы. Ни одни отношения невозможны без перспективы дальнейшего совместного постоянного проживания. И вам нужно для себя определить, какими вы видите свои отношения с молодым человеком. Собираетесь ли вы, например, с ним съезжаться? Если да, то когда? Собираетесь ли вы, например, с ним жить вместе на постоянной основе? Если да, то когда? И что вам конкретно мешает? Что мешает вам быть человеком на постоянной основе? Кому будет легче переехать? К вам к нему или к нему к вам? Нужно этот момент тоже для себя определить, нужно четкая цель, нужен четкий ориентир, который мог бы поддерживать вас, веру в вас, веру в то, что ситуация наладится, станет лучше, что рано или поздно эти разлуки прекращатся и вы всегда будете вместе. Это обязательный момент. Далее. Я понимаю вашу ревность, я понимаю ваше переживание по поводу того, что мужчина не с вами и что он может делать. Я очень рад за вас понимаю. Но постарайтесь понять и вы, что ревность это эгоистичное чувство. Ревнуя человека, и это будет наш с вами третий и последний аспект. Ревнуя человека, вы не только требуете от него того, что он дать вам не может, но вы еще и автоматически, подсознательно внушаете ему мысль о том, что вам можно изменить. Как раз, когда вы ревнуете и подозреваете его в чем-то, вы внушаете ему мысль о том, что это действительно можно сделать. И рано или поздно человек, которому постоянно говорит про измену, все-таки на нее пойдет. Просто потому, что подсознательно вырабатывается желание к этому, даже на неосознаваемом уровне. Человек может даже этого не понимает. И, соответственно, если вы этого не хотите, то ревновать нужно перестать. Понимаете, что ревнуя вы требуете от человека что-то для себя, да, и требуя от человека что-то для себя, вы игнорируете его сладо, то, что он хочет, то, что ему важно и нужно. Тем самым вы не делаете его счастливым. А чтобы сделать его счастливым, каждый раз старайтесь. Когда у вас просыпается ревность, наоборот, скажите человеку, что-то приятно, что-то мягкое, нежное, что-то ласковое. То есть окружите его заботой в тот момент, когда вам хочется ревновать. Ну, просто вот напишите, когда у вас есть ревность, да, напишите ему, как сильно, например, вы его любите. И вот, поверьте мне, после двух-трех раз, вы будете делать это интуитивно, вы это будете делать у себя по привычке. И вам будет не только легче справляться с ревно-тревностью, но и видя, как человек реагирует на ваши слова. На ваши слова я имею в виду ласковые слова, на посправительные слова. Видя, какой эффект они возымеют, вы перестанете испытывать ревность наоборот. Наоборот, вы будете видеть, что человек вами дорожит, он хочет быть с вами и он вас любит. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас будут вопросы, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.